Всем привет, с вами Андрей Уваров, и мы играем сегодня пятый матч Кубка Крови в круговом этапе турнира. Дальше нас ждёт плей-офф уже в любом случае. Кстати, здесь мы начинаем в меньшинстве, так что, ну не в меньшинстве, но с нашей командой более дешёвой, из-за того, что у нас вордэнсер на больничном. Поэтому мы можем что-то сделать. Можем, пожалуй, лучше взять ещё одного странствующего апотекария, чтобы у нас было два лечения в запасе, чтобы у нас ещё больше игроков не пострадало. Тоже играем против нурглитов. Как я и говорил, немножко такой, как можно сказать по-английски, анти-клаймактик, анти-клаймактик. Матч в том смысле, что, скажем, не очень важен его результат, потому что любой результат нас устроит, даже и поражение. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, каждый матч для нас имеет значение. Даже если мы не планируем здесь обязательно выигрывать, нам всё равно важно, чтобы как меньше, как можно меньше игроков у нас пострадало, ну и так далее. Ну, окей, начнём мы с традиционного прохода в центре. Ну, вернее, не в центре, а одним из вордэнсеров на фланг. Так, игрок с двойной ловкостью заведует мечом. Ну, и ловец тоже, видимо, идёт угрожать. Представляя собой голевую угрозу. А другие игроки из центра лучше пускай отступят, чтобы... ...не попадать под удар этих здоровяков. И, в общем-то, на этом всё. Самое главное нам обеспечить некоторую линию для паса. Некие... ...происходят некие драки там, где они могут быть. что ж смотрим опустим такой пас могут перехватить так к пас к пас слишком далеко какой пас тоже не очень желательно в принципе наверное самый реалистичный это вот такой пас здесь всего один игрок не ходы скрипки и руки на этот плюс к ловкости кстати говоря да плюс к ловкости это не круто секунде пас отсюда такой парень конечно ничего не поймает так и пас отсюда так даже получше потому что не мешает зловонное влияние то есть вот отсюда сложнее а вот отсюда отсюда слишком далеко то есть да пожалуй мы просто с этой точке отдаем пас вордэнсер надеемся что дело будет сделано посмотрим к тем ли какие-то другие действия сделать перед этим наверное пускай ловец встанет что чтобы был на стрёме ну и собственно давай игрок ловкость плюс 2 бросок перехват не удался идеальный пас довольно большое расстояние на самом деле мы покрыли и что ж теперь тебе нужно один раз уклониться просто один раз уклониться от этого барана и хорошо мы выходим вперед довольно уверенно с красивым пасом через перехватчик и через все поле через загонное дыхание которое мешает пасовать вообщем агентство он он мы быстро выходим вперед реализуем свое преимущество первого входа ну и окей пускай противник пытается теперь пробиваться через нашу оборону и противник решает просто навалить всех в центр своеобразное решение но с другой стороны учитывая что у него тут кулак из сильных игроков которые хорошо дерутся то он в общем-то планирует этот самый центр нам окей наш игрок оказался к сожалению нокаутирован ну и мы вроде в общем то не не вот прям победим немножко отходим тут стоять вплотную к чужим игрокам потому что в целом не то на что мы тут ориентируемся так это там где противник пытается подойти к нам вплотную мы лучше будем его теснять чтобы у него не было попыток с нами драться ну как бы все ну окей небольшое перестроение идет с центра на эту половину что в целом логично учитывая что здесь у нас меньше игроков но мы быстрые поэтому мы теперь видим с какой стороны готовятся удары мы попытаемся туда перейти даже зверь нуркнул поползла к сожалению и от не поднимается но ну ладно так вот мы чуть тут подожмем и вот так вот еще ладно окружаем чужую клетку в целом противнику чтоб забить уже ну хотя нет конечно ему где успевает добежать до голевой зоны но надо уже активно бежать время на какие-то небольшие шаги уже почти не остается между тем мы роняем ему пару игроков отходим от твари с щупальцами и продолжаем стоять в оборонительной позиции пожалуй этот игрок укрепит вот это направление ух ты чужая тварь нуркла попыталась подраться с нашим эльфом и в итоге сильно травмировалась внезапный поворот но нам же лучше мы подпинываем тут пару игроков в центре и дальше нет нет причин для каких-то рискованных действий нас вполне устраивает доиграть последние пару ходов до перерыва в численном перевесе и в спокойной позиции когда нам не угрожают ну и вдох на ситуация как и в некоторых прошлых матчах когда уже чисто с точки зрения клеток расстояний и скорости игроков наш соперник уже не может нам забить поэтому в общем то все что нам остается это ну где-то с кем-то подраться может быть если это кажется безопасным на этом закончить свой ход последний ход у противника может кого-нибудь блицануть в принципе ну у нас вроде все стоят вместе друг друга прикрывают поэтому ну вот да теперь он бежит вперед но уже бежать вперед поздно будь у него еще один ход да это была бы какая-то угрожающая атака но на данном этапе это атака ничего не делает мы вполне вполне спокойно за свое положение и вот даже чужой игрок ну правда без травм но падает уже отлично перерыв теперь мы снова кикер потому что наш противник был кикером первым тайминг да ладно неплохо выкидываем мяч подальше так что далеко противник утопать от того момента как он подберет мяч и до до нас опять же всегда есть возможность какого-то перехвата инициативы когда мяч в начале игры где-то рядом с чужой линией у нас быстрые игроки мы всегда можем внезапно выскочить кого-то свалить другим игроком подбежать подобрать посануть и хоп и дачдаун внезапно за пару ходов или там даже за ну за один ход конечно вряд ли у нас никто не бежит прямо через все угол но идею вы поняли окей ожидаемы драки в центре которые для нас не все оказываются плюсовыми поэтому лучше мы тут планомерно отступим объем этого барана чтоб он тут не отсвечивал ну и все разумеется мы постараемся не проигрывать этот матч потому что если можно что-то не проигрывать то зачем это проигрывать но сверх рисковать мы не будем выход в плей-офф нам уже обеспечен а потерять кого-то из игроков даже допустим в форме травмы так что они пропустят следующую игру не говоря уже о том что кто-то погибнет ну нам никак не хочется действуем аккуратно теремся только там где это должно быть нам точно выгодно ну и если противник нам предлагает переход на эту половину то мы конечно перейдем на эту половину у нас такая довольно углубленная оборона получается но в целом учитывая то что противник медленный ему сложно взять и перебежать всеми потом на другую сторону скажем эти парни да они могут они то могут сюда пробежать но скажем вряд ли кто-то из них сможет поймать пас поэтому нас вполне устраивает если противник пытается идти в какую-то лобовую атаку не преуспех кент поднимается ну и мы стоим соответственно мы встречаем чужую делегацию с цветами ну окей теперь противник может понять что да идти здесь в какой-то бой нет смысла попытаться переброситься в центр но соответственно тогда мы просто развернемся в этом направлении окей наш энд снова падает снова поднимается что что надо побить барана потому что безнаказанные бараны конечно не могут оставаться вот пожалуйста даже баран был травмирован так ну и что у нас устраивает такая линия пожалуй да нас вполне это устраивает то есть скажем в центре на дурачка не пройти просто так и обе стороны мы по-прежнему контролируем и право и лево этот фланг уж совсем не уходим потому что до туда там никак он не добежит окей бедный энд опять упал но на наше счастье противник снова играет это чересчур пассивно не пытается нарастить не пытается как-то куда-то пролезть пока мент упал ну а если он не пытается то в общем то нам тоже нечего ой нечего придумывать конечно жаль что я не поднялся поэтому мы переведем одного игрока сюда благо в свою очередь эта линия теперь имеет меньшее значение но один пускай тут будет окей интересно противник переходит в атаку сюда но игрок с мячом по-прежнему валан дается в центре не решается напасть в какую-либо из сторон и потихоньку мы вновь ну хотя еще нельзя исключать тачдаун до каких-то последних последних моментов тачдаун который сведет игру ничью но шансов на этот тачдаун безусловно немного у нашего соперника мы сбиваем игрока который мог бы добежать до очковой зоны а же они наши падает но зверь нургла оказывается совсем тупым да и тут в целом да нам особо ничего не грозит теперь уже думаю нам не могут забить потому что противника остается всего последний шестнадцатый ход и у него нет ни одного игрока который мог бы дойти до зоны тачдауна на всякий случай пускай у нас все встанут но даже нет какого-то смысла в драках потому что драки это лишние риски возможно нам стоило этими отойти назад чтобы не было каких-то вот таких стычек но ну ну и да вновь баран бежит вперед но опять же этот бег уже ничего противнику не приносит у него остается всего один один последний ход и за этот ход он не успеет ничего сделать а а а а а а ц а ак Зверь Нургла в итоге Навернулся под конец У нас тут нет Каких-то голевых шансов Поэтому просто Не будем терять время Не будем рисковать Браться с грязными Нарглами Лишний раз нет желания Окей, заработали 60 Потеряли 50 Переброс делать не станем Рейтинг у матча небольшой Потому что опять же Зажигательных моментов было не очень много Ну, для нас главный результат На табло Мы наказали Того, кто мог Выйти в плей-офф И посмотрим, что в итоге Получится по матчам Теперь нас ждет плей-офф Четырехдневный Вот это серьезный бизнес В первом дне мы встречаемся с КС С командой хаоситов Еще одной А также кто у нас прошел В плей-офф Темные эльфы и люди Огры и эльфы Орки и амазонки Лизардмены и хемри Нурглиты С кевины Вампиры и некроманты Интересно, вампиры вышли из нашей Группы И гоблины с дворфами Ну что же, довольно забавный Забавный состав Мы видим, что Нету В плей-оффе Опасной для нас Команды Высших эльфов Есть простые А, нет, правда есть, да Есть простые эльфы Которые, ну я думаю Должны обыграть Огров С амазонками в принципе Бывают Непростые матчи Для нас С другой стороны Посмотрим Обыграют ли амазонки Орков Ну кемри И лизардмены В принципе Тоже на то же С кевины Могут быть Неприятным матчем Ну что ж В целом Плей-офф Не самый для нас Опасный Есть несколько Неплохих команд И есть несколько Команд Которые в целом Не вот прям Крутые Но неудобные Конкретно для нас Но в целом Наша задача По крайней мере Продвинуться дальше И первое Что будет Наждать Это матч Против КС Олдстарс Всем спасибо За внимание Всем удачи